В нашей недельной главе есть удивительная митцва. В чем ее удивительность? Когда ты будешь осаждать город многие дни, чтобы, ведя с ним войну, захватить этот город, то не губи деревьев его, занося над ними топор. Называется этот запрет достаточно знаменитый, обсуждаемый, Бальташхид. Что это значит? Это не портить, не порти, не разрушай. Напрямую это запрет рубить плодоносящие деревья во время осады городов, как мы сказали. Причем даже если они принадлежат врагам. И отсюда мы делаем вывод, что тем более в обычное время нельзя рубить плодоносящие деревья. И мудрецы видят в этом конкретном запрете проявление общего закона. Автор Сефера Хенух, это XIII век, Испания, пишет вот что. Что во время осады города запрещается рубить плодоносящие деревья, чтобы причинить боль и досаду жителям города. И этот запрет распространяется также на причинение любого убытка. Вот мы переходим здесь к более широкому толкованию. То есть не только деревья. В наше время достаточно сложно встретить такую ситуацию. Бывает, редко, но бывает. А вот убыток, это гораздо более распространено. То есть, например, жечь или рвать одежду, пишет Сефера Хенух. Бить посуду просто так. В общем, любое другое действие деструктивное, которое на это похоже. И корень этой митцвы — это приучить себя любить хесед и пользу. И благодаря этому есть двойкут, то есть некое соединение. Соединится с нами добро, и мы отдалимся от всякого разрушения. Очень важная мысль. Мы говорили уже, что поступки формируют характер. И бывает такое, что человек либо в гневе, либо в своей глупости. Неважно как. Он просто взял, не подумал и выбросил. Так вот, путь Хасидим Ван Шейма Асе, то есть путь праведников. Ну, здесь еще, можно сказать, путь разумных людей. Что они любят мир и радуются, когда хорошо созданием Творца. И приближают их к Торе. И не дадут они пропасть даже зернышку горчицы. И больно им, когда они видят разрушение. В общем, Баль-Ташхит — это запрет на бессмысленное уничтожение любого полезного. Дерево, деньги, изготовленные человеком некие полезные предметы. Мы, конечно же, можем подумать, что это преувеличение. И в наше время это не работает. Есть некоторые люди, которые в наше время вообще как-то выставляют его неким обособленным, скажем так, моментом, обособленным, обособленной структурой, где буквально находят оправдание неприменению Торы в разных областях. Это совершенно не так. Все, как было тысячу лет назад, так оно и осталось. Немного изменились вопросы, связанные с медициной. То, что мы учим в Талмуде, как лечились ранее всякие травы и процедуры. Оно, да, действительно сейчас так не делается. У нас есть современная медицина. Ну и что? И дальше? Что это поменялось? Есть моменты, связанные с стилем одежды. То есть мы не ходим в туниках. Тоже опять это ничего не поменяло. В общем, есть нюансы, которые изменились, но суть осталась абсолютно той же. И вот этот запрет Бальташхит, он фундаментально важен для того, чтобы мы укрепляли в себя любовь к добру, любовь к хеседу. Чтобы мы фундаментально укрепляли в себе акарата тоф, то есть признание этого добра. Потому что правильно относиться, что сколько бы у тебя не было денег, сколько бы у тебя не было состояния, это тебе дано в кредит для того, чтобы ты эффективно использовал эти кредитные деньги ради всего. Это совершенно не исключает удовольствия для тела, дорогие машины, квартиры и так далее. Это совершенно не об этом сейчас речь. Речь идет именно о том, для чего ты это делаешь. То есть что в конечном счете, что ты приобретешь. Особенно здесь важно подчеркнуть уважение к пище. Мы, блин, эдер, на следующем уроке поговорим уважение к времени человека. Это тоже исключительно важно, потому что из-за виртуализации мы вообще потеряли, можно сказать, связь со временем. Человек может, как говорится, залипнуть в телефоне так часа на три и не заметить, как прошло время. Ну, блин, эдер, на следующем уроке поговорим. Есть отличный комментарий Равгалинского на этот счет. Но вот сегодня поговорим об уважении к пище. Да, и у нас есть правило, тоже основанное на Бальташхид, что мы не относимся пренебрежительно к пище. Прежде всего, в Талмуде, этот трактат Брахот в конце, по-моему, где-то 50-е или что-то такое, учат, что есть четыре закона о хлебе. Не кладут сырое мясо на хлеб, чтобы он не стал отвратительным. Не проносят полную чашу вина над хлебом, чтобы вино не пролилось на хлеб, и хлеб не стал несъедобным. Кстати, здесь, мне кажется, это могут быть мои фантазии, конечно, но мне кажется, что здесь есть, конечно же, более глубокий смысл. Хлеб символизирует хэсед, вино символизирует дин. Дин, то есть суд не должен идти над хэседом, а должно быть наоборот. Но это так, мое предположение. А вообще, хлеб, да, это лэхэм на иврите, гематрия 78. Три раза по 26, а 26 – это сокровенное имя Всевышнего, юткей вавкей. И поэтому сказали наши мудрецы, что тот, кто хочет беречься от тысячи болезней, должен утром есть три кусочка хлеба. Это, опять же, символ, да, можно сказать, в каком-то смысле активации этого имени на уровне тела и всего остального. В общем, большая тема. Так вот, третий закон, что не бросают хлеб и не подпирают им тарелку. И, кстати, Шульхан Рух приводит эти правила в качестве Аллахи. А Мишна Брура, она добавляет, что если ты видишь пищу, которая валяется на земле, нельзя пройти мимо, нужно ее подобрать. Почему так происходит? Раф Эпштейн, это 19 век России, он написал, что мудрецы запретили пренебрежительное обращение с едой, потому что подобным образом, такими действиями, таким поведением человек показывает, что он не нуждается в тех благах, которые ему посылает Всевышний. То есть, все имеет свой глубокий смысл. Опять же, все материальные вещи, которые у нас есть в нашем распоряжении и не в нашем распоряжении, уважительное отношение к ним показывает, что все эти вещи произошли по слову Творца. То есть, все, что у человека есть, ему посылает Творец. А самое необходимое, это, конечно же, пища. Поэтому к пище надо относиться с уважением. Ну, в наше время, да, Всевышний дал браху на наш 20-21 век. И, ну, кстати, 20-й отчасти, потому что еще до середины 20-го века такое понятие, как голод, было известно во многих местах. Но вот далее мы уже видим в магазине готовые, на базаре готовые продукты. Иди, покупай, пожалуйста, нет уже никаких проблем. Вот. И поэтому сейчас достаточно трудно приучить себя вот к такому трепетному отношению. Но, тем не менее, мы обязаны это делать. И вспоминать себе, напоминать себе, что, несмотря на то изобилие, которое Всевышний нас благословил, каждая единичка, составляющая материальной пищи, она имеет божественное происхождение. Ни много, ни мало. То есть Творец, по слову Всевышнего, оно существует в мире. И поэтому мы должны уважительно к этому относиться. Безрадошем сегодня рошходы шелуль. И пусть эти идеи, сказанные вскользь, может быть, не так глубоко, как можно было бы это все разобрать, помогут нам проникнуться качеством уважения к Хеседу, к милосердию Всевышнего, который все-таки нас одарил изобилием. Кого-то больше, кого-то меньше. Опять же, неизвестно, что здесь больше и меньше. У всех достаточно, скажем так. Но, тем не менее, это не исключает, что мы должны выравнивать. То есть ДК — это выравнивание этого изобилия и помощь Всевышнему в распределении благ. Ход и штов. Всего хорошего.